А теперь следующее движение тэп-рока. Я вам покажу движение, которое называется кик. Изначально его надо уметь делать для того, чтобы был в вашем танце ритм. Чтобы прочувствовать музыку, под которой мы танцуем фанк, брейкс и так далее. Окей? Значит, делать надо так. Правая нога, да? Встала. Поставили на пол. Только заметьте, когда я ставлю одну ногу, вторая у меня отскакивает назад. Следите за левой. Ушла назад. Правой поставил. Правой назад, левой вперед. Покажу боком, чтобы было вам понятнее. Правой делает кик. Ставлю. Обязательно, чтобы нога отскакивала назад. Если вы будете делать вот так, это не то. Вот так это не то. Вот так это тоже не то. Обязательно при движении кик надо отпрыгнуть назад. Вот так вот. Точно так же. И теперь. И теперь. Смотрим движение. Как оно должно смотреться. Более-менее так в ритм. Сложение смотрится вот так. Да? Пока я так особо ручками, наверное, ничего не показываю. Но мы делаем вот так. Боком. Одним, да, делаем. Можно вращаться. Вращаться. Махать. Показывать на время. То есть чувствовать себя спокойно, свободно. Как будто вы идете в магазин. Вот. Теперь что касаемо рук. Да? Как надо держать руки, чтобы смотрелось это по-настоящему вкусно. Смотрим. Движение кик. Мы делаем руки вот так. Пам. Ставим. Пам. Ставим. Пам. Ставим. Вытягиваем их вперед. Когда нога идет вниз, мы ставим вниз. Там. Пам. 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 Когда мы делаем это более быстрее и в ритм, у нас получается такое движение. Пам. 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 Можно делать по одной. Вот так вот. Противоположной. Если левая выходит вперед, правая рука выходит вперед. Делаем вот так вот. Ставим. Раз. Левая рука. Правая нога. Пам. Поставили. Пам. 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 И теперь быстрее. И бок вам покажу, чтобы было более понятней. Смотрели бит-стрит? Вот как бит-стрит. Четко так же. Американская школа на русский ладс. Вот так делаем. Вот так оно. Можно сделать намного быстрее. Можно сделать вот так. Немного подкачивать головой может при этом. Как ритм идет музыки. Вот так накачаем. Стоим. И это же движение можно в этот же ритм и вставлять. Как растанцовочка. У этого движения есть различные вариации. Я их покажу. К примеру, какие. Это же движение мы можем сделать в сторону. Вот так вот. Не вперед ногами, как мы делали до этого, а в сторону. Пам. Пам. Как будто пинаете мячик. Вообще движение кит, оно напоминает именно, вот как футболисты чекают мяч. Только при этом они еще отскакивают назад. Не футболисты, а мы при боях. Уплотили. Продолжаем. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Руками делаем вот так. Можно кистями. Можно делать прямо по вальяжью. Вот так можно делать. Как на фуфыренные дамы. Окей. Теперь можно это же движение сделать накрест. Это движение немного используют в рок-н-ролле, где-то, ну, где танцуют в паре. Они берутся за руки и делают так. Но мы это делаем в одиночестве. В гордом. Берем это же движение и делаем. Пам. 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 Руками можно делать вот так. Я показываю как. Пам. 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 А если хотите передвинуться на этом движении, то посмотрите за мной, как это будет выглядеть. Мы берем одно движение. Вот это вот. Из этих движений. В сторону. И зациклим его на несколько раз. И таким образом можно передвигаться. То есть вперед, то или назад. Выйти из круга, зайти в круг. Там, где вы устраиваете джем. Или просто на уроках. Вот, смотрите еще раз. Пам. 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 И одну зациклить. Вот. При этом, когда вы делаете движение. Вот это. Старайтесь таз разворачивать больше. Потому что я сразу вам говорю. Все, что мы вам показываем из топ-рока и апрока. Это очень сильно связано с сальсой. Знаете, танец сальса. Так вот, в сальсе очень подвижна тазовая часть. Поэтому при этом движении надо очень сильно поворачивать таз. Тогда будет смотреться максимально круто. Вот. Поэтому старайтесь, учите, дерзайте. Итак, следующее движение у нас кросс-степ вместе с киком. Вот с этим движением. Кик. Окей? Начинаем просто с кросс-степа. Как он выглядит? Угниться так. Потом добавляем кик. Да? Мы делаем. Пам. Пам. Вперед правая нога. Когда мы отходим назад, мы делаем. Пам. 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 Обратно. Пам. Ставим. Прямо вперед. Пам. 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 Смотрим внимательно. Именно смотрите внимательно, в какой момент я делаю кик. Потому что это очень важно. Если вы сделаете раньше или позже, это будет не то, что показываю я. Правой раз сюда. Пам. Поставили. Левую сюда. Пам. Кик. Пам. И медленно. Поставили. Правой сюда. Правой. Пам. Поставили. Левую сюда. И теперь делаем это же движение быстрее. Но еще я покажу, как очень вкусно держать руки. Окей. Смотрим. Делаем правой рукой. Вот так. Пу-пу-пу-па. Вверх, вниз, вверх. И просто так, с этим движением. Это движение а-ля фанк. То есть на нем просто получаешь наслаждение от того, что делаешь. И главное запомните, выглядеть надо свежо и вкусно.